Девушки отдыхают И в высвобождении тех, кто вовлечен в 4.14 Знаете, несколько тысяч лет тому назад был похожий момент, когда Бог заключил завет с Авраамом Для того, чтобы возрастить, поднять поколение Он хотел сотворить новую нацию И он также напомнил Аврааму Кроме той ответственности, которая на нем лежала На нем будет ответственность учить его детей и весь свой дом Для того, чтобы следовать за Господом Итак, благословения завета должны продолжаться Знаете, этот завет является заветом между несколькими поколениями Это был исторический момент, когда Бог чувствовал, что вот, время настало Настало для народа израильского время войти в землю обетованную Знаете, это тот момент, когда различные члены общества все вместе, как одно тело Входят в обетование И вот он дает инструкции для этих всех людей вместе, как одному телу Для того, чтобы оно жило как одно общество И во второй части Речи, которые произносил Моисей В Моаве Он подходит к той части, когда он говорит к родителям Дает им наставление И он говорит, представьте, вот мы идем, и мы должны как одно тело идти вперед У нас есть ответственность И как семьям мы должны иметь особенные инструкции И эти инструкции, четкие инструкции были даны семьям Не только все вместе мы должны что-то делать Для того, чтобы иметь успех в этой земле, земле обетованной Но и семьи должны нечто делать И без этого невозможно сделать все всем вместе, как одному телу Даже если вот у нас есть поколение 4-14 Вот мы завоевали землю Но нам необходимо тому держаться И необходимо наслаждаться плодами этой земли И вот представьте, Моисей смотрит на все эти семьи народа израильского И говорит, вот кроме того всего, все остальное, что мы делаем вместе Вы должны еще и что-то делать в своих семьях Давайте инструкции своим делам Внушайте слова Сии своим детям И пусть они знают их Эти слова И представьте, этот ребенок Он будет расти в земле обетованной Он будет наслаждаться плодами этой земли Каждый родитель получил инструкции Ты должен внушать своим детям Почему? И что? То, что каждый из вас У вас есть нечто Что вы должны передать своим детям У вас есть близость У вас есть моменты, которые вы можете учить своих детей У вас есть дом И в стихи 7, 8 и 9 Здесь говорится о разных моментах Которые вы можете использовать для того, чтобы учить своих детей Когда вы дома Когда вы идете дорогой Когда вы ложитесь, встаете Никто еще в этом обществе не мог осознать Что эти моменты являются моменты В которых вы можете учить своих детей истинно И в эти моменты вы можете взять и сосредоточить внимание на истинной Божией В каждодневном контексте И вы можете преподавать эти моменты детям И таким образом общество будет продолжаться И кроме того Во второзаконии 6.6 говорится Эти слова сии, которые заповедуют тебе сегодня В твоем сердце Это не просто какие-то заповеди Это заповеди, которым необходимо следовать Всем своим сердцем Всем своей душой Всем пониманием твоим И не только Но и внушать эти заповеди Брать эти моменты И использовать их для того, чтобы делиться истиной Для того, чтобы эта истина смогла быть пронесена И представлена следующему поколению Знаете, в другое время апостол Павел Как нам необходимо Значит, он описывает в трех главах Аспекты христианской жизни Как жить как членам тела И 6.4 говорится Живите достойно своего призвания И этим он говорит о церкви О общем теле И обращается к родителям К отцам Ефесянам 6.4 Отцы Воспитывайте своих детей В учении и наставлении Господне Он не говорит Об этом Всей церкви О обществу Он говорит Вы хотите взращивать Поколение 4.14 Делайте дома Почему? Почему что мы здесь Есть очень важные моменты В жизни каждого человека И эти моменты Не заключаются В воскресенье Но родители У нас есть дом У нас есть семья У нас есть отношения Мы здесь Мы знаем Что когда наши подростки Ведут себя плохо Мы знаем Когда они входят В эту дверь И мы уже даже Мы же видим Они только переступили порог И мы знаем Потому что мы там Мы с ними Мы знаем Что Бог говорит нам Ты ответственен Это твоя первая обязанность Церковь находится здесь Для того Чтобы дать тебе Какие-то вспомогательные материалы Помочь тебе И в стихе 12 Говорится о том Что церковь Дает нам Определенное Определенное оружие Для того Чтобы Вот это Это вся функция церкви Помогать семьям Но родители Являются лидерами дома И одна из Нашей обязанности Это осознать На свое лидерство И понять Правильный порядок Дома Дома И церкви И знаете Есть определенные юрисдикции Дома И церкви Потому что церковь Есть общество верующих И есть определенная Ответственность В юридикции Которая отдана Семьям Есть место Для родителей И это Это место В том Что родители Ответственны За своих детей А церковь Тело Христово Находится здесь Для того Чтобы давать Наставления Давать Какие-то Вспомогательные материалы Родителям Для чего? Для того Чтобы родители Могли научать своих детей Следовать Путям Божьим Потому что Эта позиция Им дана Итак Братья и сестры Во Христе Два основных Института Созданных Для того Чтобы Царство Божие Двигалось И распространялось Это церковь И семья И мы не можем Отдалить И забрать Ответственность У какого-то Одного из них И передать другому Знаете Вы и я Мы служители Церкви И мы знаем Историю церкви И мы видим Примеры Очень часто Я думаю Что В общем-то Можно сказать Что В общем и целом Что церковь По всему миру Берет Эту ответственность Которую Должна Принадлежать Родителям И Используя Используя Просто Скажем так Такое Негативное слово Это Захват Захват влияния Церковь Захватывает влияние У родителей Я не пойду И начну говорить Об этом Почему так Произошло Исторически Но я хочу сказать Что мы сейчас Входим в новую фазу Нашего движения И я задаю себе вопрос Как мы Знаете что Одно Это вовлекать Наши родители Вовлекать их В то Чтобы они достигали Детей И И Давать им Какую-то Какую-то помощь Давать им инструменты Для того Чтобы это могли Это сделать И вторая вещь Это то Что мы возьмем У вас Ваших детей Мы укоревнеем Ваших детей И высвободим их Знаете Как родители Как христиане Вы представляете Кто-то подходит Ко мне И говорит Мэтью Я хочу Взять Старшего И младшего Твоего сына И мы Хотим им Помочь Ну Я скажу Ну хорошо Классно И вот Представьте Они научим Как Дать им образование Как ему научиться Чему-то Как им Жениться На ком-то Я скажу Да, конечно Но есть Как бы Определенная Ответственность У меня И Эта ответственность Заключается В том Чтобы Нам нести Эти обязанности И вот Сейчас Когда мы Проводим Время Вместе Так важно Осознать Этот Семейный Фактор Нашим движением Потому что Мы не можем Подойти К этому Очень Такому Непростому Вопросу И Серьезно Его Решить И Конечно Есть Вопросы Мы Нуждаемся В Родителям Мы Нуждаемся Чтобы Родители Стались Нашими Нашими Сотрудниками Нашими Партнерами Потому что Мы Так же Знаем Опять Таки Говоря В общем И целом Во всем Мире Наблюдается Огромный Недостаток В Том Как Церкви Дают Наставления Родителям Которые Которых Есть Эта Возможность Для того Чтобы Своих Детей Наставлять Нам Необходимо 4-14 Семьи И В этих Семья Должна Быть Возможность Не просто Знать Но То Что У них Чтобы У этих Семей Была Возможность Взращивать 4-14 Детей Я Думаю Что Необходимо Осознать Что Сейчас Есть В церквях Очень Серьезные Проблемы Я Знаю Что Очень Серьезная Средистика Развода В семьях И Да Я Думаю Что Во Всех Странах Это Не Относится К Какой-то Одной Стране Но Во Всех Странах Это Сейчас Проблема Но Есть В наших Церквях Такие Большие Духовные Атаки На Семьи И Как Мы Пытаемся Вдохновлять Этих 4-14 Детей В наших Семьях Когда Наши Семьи Проходят Через Серьезные Испытания Когда Семьи Распадаются Когда Семьи Просто Безнадежны И Когда Нет Лидерства В доме Просто Нет Какого-то Братского Единства Нет Времени Провести Вместе Это Одни Из Некоторые Моменты И Я Вижу Это В Ефесянов В пятой Главе Здесь Говорится Об этом О всем Я думаю Что Когда Мы Приходим К Такому Заключению Когда Мы Говорим О том О чем Я Говорил В это Время Сейчас И Когда Мы Начинаем Вдумать Давайте Посмотрим На Есть Различные Стратегии В церквях Но Наши Семьи Я Я Я Я Я Я Я Хотел Б Сейчас Сказать О Детях Которые Я 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 Сироты Может Быть Те Сироты Это Социальные Которые Есть Родители Но Они Не Заботятся В Салмах 8 Говорится Бог Помещает Одиноких В Семьи Понимаете Почему Он Помещает Одиноких Дом В Семьи Потому Что Есть Нечто В Семьях Что Имеет Что Такое Уникальное И Семья Это Возможность Создать Какой-то Особый Вид Любви Какой-то Вид Связи И Когда Сирота Приходит В Семью Он Может Получать Наставление И Расти Знаете Это Очень Чистолюбивая Может быть Мысль Знаете Нам Необходима Семья 414 414 Родители Но Мы Не Можем Двинуться Вперед Без Второй Стратегии Без Стратегического Сотрудничества Когда Мы Понимаем Что Семь Являться Важной Частью Мозаики Без Которой Мы Не Можем Двизиться Вперед Нам Необходима Община Где Есть Таланты Где Есть Ресурсы Для Того Чтобы Высвободить Это Для Того Чтобы Дать Возможность Церкви Помочь Родителям Для Того Чтобы Те Растили 414 Детей Ефесянам Говорит О том Что Каждая Часть Тела Име Свою Ответственность Свою Работу За последние Несколько Десятилетий Особенно Есть Сотни Тысяч Различных Лидеров Людей Организаций По всему Миру Которые Ответили На Огромные Нужды Которые Имеют Семьи И Благодаря Этому Я скажу Что В общем И целом Церковь Нет Пока Что Какое-то Осознание Нет Понимания Еще Вот В этих Организациях Есть Огромное Количество Ресурсов Которые Помогают Поддерживать Семьи В церкви Но Пока Что Это Не Работает Так Хорошо Я думаю Что Сейчас Как Раз Есть Поворотный Момент Когда мы Осознаем Роль Семьи И Понимаем Что Это Не то Место Когда Мы Приходим И Говорим О Мы Сейчас Дадим Вам Служение Но То Когда Церковь Приходит И Говорит Родителям Мы Пришли Для Того Чтобы Помочь Вам Быть Семьем И Мы Хотим Вложить Свои Силы В Здоровье Семьи Для Того Чтобы Семьи Приходили Для Того Чтобы Они Осознавали Это И Для Того Чтобы Лидеры Служители Церкви Также Это Понимали Они Осознавали Что Им Не Хватает Я Знаете Всегда Задаю Себе Вопрос Когда Последний Раз Твоя Церковь Сделала Такой Опрос Чтобы Узнать О том Какие Нужды В Их Семьях Если Вы Не Знаете Их Нужды Как Вы Можете Служить Этим Нуждам И Для Этого Необходимо На Эти Вопрос Отвечать И Мы Скажем Ну У нас Есть Программа Ну Знаете Ну Невозможно Взять У нас Есть У вас Колотая Рана Которая Просто Хлыщит Кровь Если Вы На нее Пластырь Аккуратненько Так Наложите Сверху Этого Не будет Достаточно Я хочу Закончить На Такой Мысли И мысли Это Вот Когда Это Движение Готово Я думаю Мы Готовы Для Того Чтобы Двинуться Вперед Нам Необходимо Серьезно Задуматься О Месте Семьи В этом Движении Как Мы Можем Взращивать Семь Для Того Чтобы Они Являлись Нашими Партнерами И мы Работали Вместе В этом Сотрудничестве И мы Тогда Будем Иметь Успех И Господь Да Благословит Нас Когда Мы Сейчас Смело Выступаем В Эту Новую Фазу Укоренения И Восвобождения Детей Как Церковь Вместе С Христианскими Семьями В нашей Среде Господь Да Благословит Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова